120 лет назад родился один из зачинателей советской мультипликации Владимир Григорьевич Сутеев. Один из самых любимых детских писателей, художник-иллюстратор и режиссер-мультипликатор. С его творчеством знакомы все дети с самого раннего возраста. Именно его книги часто становятся первыми для многих малышей. Книги и мультфильмы Сутеева вызывают восхищение и у взрослых людей. Они перечитывают и пересматривают их вместе с детьми и внуками и не устают восторгаться творчеством доброго сказочника. Он подарил детям радость, яркие краски и веселые истории. В чем кроется волшебный талант, которым обладал Владимир Сутеев? Биография художника просто отвечает на этот вопрос в любви и доброте. Владимир Сутеев появился на свет 5 июля 1903 года в Москве. Владимира и его младшего брата Вячеслава, отец, с детства приобщал к прекрасному, поощрял творческие успехи. Владимир Георгиевич вспоминал, «Я и сейчас, на девятом десятке, помню свои самые первые книжки». Одной из самых первых, прочитанных самостоятельно, был «Таинственный остров» Жюля Верна. Когда Владимиру и его брату было лет 5-6, отец прочел им «Пиквикский клуб» Чарльза Диккенса. Читал он им и Лия Гоголя. «Страшно было очень», – признавался писатель. В положенное время Владимир поступил в 11-ю мужскую гимназию. На школьные годы Сутеева пришлась революционная пора. Мальчиком он пошел учиться в мужскую гимназию, а заканчивал уже советскую школу. В сложное время гражданской войны в семье часто не хватало денег. Из 14 лет Владимир зарабатывал для семьи первыми рисунками, диаграммами для выставок здравоохранения, дипломами для спортивных соревнований. Работал санитаром в Первом коммунистическом красноармейском госпитале, инструктором физкультуры в младших классах школы. Тем не менее, он посчитал, что техническая профессия перспективнее, и поступил на инженерно-строительный факультет Баумановского техучилища. Но через два года передумал. Для его таланта художника нашлась не менее перспективная область. Он идет учиться на художественный факультет Государственного техникума кинематографии. Дебютировал в качестве аниматора в фильме «Китай в огне». Картина уникальна тем, что в ней впервые применили альбомный метод анимации. Каждый момент мультика рисовался отдельно на бумаге. В 1928 году Владимир заканчивает учебу и начинает работу на кинофабрике «Межраб Помфиль». Больше всего молодого художника заинтересовала мультипликация, которая в те годы делала в СССР первые шаги. В 1931 году он выпускает первый советский оригинальный звуковой мультфильм «Улица поперек», где дебютирует как постановщик. Черно-белая рисованная лента была адресована всем пешеходам, независимо от возраста и призывала к соблюдению правил дорожного движения. 22 июня 1941 года он представляет в Комитете кинематографии свою экранизацию «Мухи-Цокотухи», а через два дня отправляется на Юго-Западный фронт. Участвовал в белорусской операции в боях на Юго-Западном фронте. Только в 1943 году его отзывают с фронта на воен техфильм, где он ставит учебные фильмы, ориентирование на местности, типы вражеских танков, борьба с вражескими танками и другие. Любимую работу Сутеев продолжал даже в военные годы. Когда выдавалось свободное время, рисовал для детей, ведь детям в военное время чудеса еще нужнее, чем мирное. Сутеев был награжден Орденом Отечественной войны второй степени. После войны художник преподавал на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме», внес вклад в освоение цветного кино. С 1947 года Сутеев стал работать в «Дет Гизе». «Скромно работать», — говорила на себе, добавляя, «пришлось многое осваивать заново». Сутеев осваивал способ превращения мультфильма в книжку-картинку, а это дается не каждому художнику. Мы все росли на его книгах с рисунками, ведь он иллюстрировал добрую половину детской книжной классики середины прошлого века. С иллюстрациями Сутеева вышли книги Радари, Чуковского, Барто, Маршака, Михалкова и других классиков детской литературы. А начал он свою писательскую карьеру с альбома «Сто картинок» веселых, милых, добрых. Он хотел, чтобы ребенок рос среди шуток и веселья. Чем больше улыбок, тем больше пользы, говорил Сутеев, сочиняя очередной сюжет. Соединение незамысловатого текста и смешных рисунков может объяснить детям простые истины гораздо понятнее, чем длинные нотации. Опыт создания мультфильмов помог ему. Раскладывая действия персонажей на мельчайшие фазы, он сопровождал каждую такую картинку кратким текстом, точно повторяющим изображенное. Так делает мама, рассматривая со своим малышом картинки. Его рисованные сказки доступны даже младенцам. В самом деле выросли хоть один малыш без картинок Сутеева. Небо там голубое, трава зеленая, цыпленок желтый, котята белые, черные и серые. И персонажи своим поведением удивительно напоминают самого малыша, и этим вызывает любовь и доверие. В его книжках всегда много юмора, помогающего без морализации объяснить малышу простые жизненные истины. Изданные книги с иллюстрациями Вадимира Сутеева и не перечислить. Среди них такие, как «Это что за птица?», «Под грибом», «Мешок яблок», «Цыпленок и утенок», «Кто сказал мяу», «Палочка-выручалочка», «Усатый-полосатый», «Айболит», «Яблоко», «Разные колеса», «Майдадыр», «Упрямый лягушонок», «Одни неприятности» и многие-многие другие. Владимира Сутеева порой спрашивали, откуда взялось его сказочное дарование. Он улыбался в ответ, говорил, что все вышло случайно. Он как-то подумал, что хороших книжек для детей не так много, что он мог бы исправить эту ситуацию. И он ее исправил. Книжки Владимира Сутеева стали одними из самых продаваемых сказок в Советском Союзе. Несмотря на свою писательскую карьеру, о мультипликации Владимир Григорьевич тоже не забывал. По его сценариям поставлены мультфильмы, «Когда зажигаются елки», «Волшебный магазин», «Снеговик-почтовик», «Кораблик», «Петя и красная шапочка», «Кто сказал мяу», «Кот рыболов», «Мы ищем кляксу». И сейчас ни один канал «Зимние каникулы» не обходится без старенькой сказки, «Когда зажигаются елки», которая современными детьми смотрится с таким же удовольствием, как и теми, кто увидел ее впервые почти 60 лет назад. А сколько малышей отучила бояться уколов история про бегемота, который прививок как раз боялся, и не счесть. Сценарий мультфильма был написан Сутеевым по сказке Милоша Мацоурека. В 1967 году на Международном фестивале детских фильмов в Тегеране эта картина получила приз Министерства просвещения Ирана. Наибольшую популярность имели связанные общими героями «Мешок яблок» и «Дед Мороз» и «Серый волк». «Помните? Четыре сыночка и лапочка-дочка. Кто куды, а мы к зайцам. Тревога, тревога, волк унес зайчат». Надо сказать, что к тому времени Сутеев писал именно сценарий, а режиссурой и, собственно, анимацией не занимался. Недаром облик персонажей в «Мешке яблок» в мультфильме заметно отличается от книжного варианта самого автора. В конце 60-х он неожиданно получил международную премию на фестивале в Карловых Варах за свой ранний фильм «Петя и красная шапочка». Владимир Сутеев написал около 40 сценариев для мультипликационного кино, и почти все они были экранизированы. Владимир Григорьевич замечательно понимал детей. На первый взгляд его истории очень просты, но ведь с маленьким ребенком нельзя ни сюсюкать, ни перегружать его сложными понятиями. Для начала достаточно, чтобы он отличал плохое от хорошего, чтобы он переживал за то, как добрые персонажи ведут борьбу с опасными злодеями. При этом эти страшные персонажи не пугают малышей, они показаны с юмором. Сюжеты сказок просты и незатейливы, понятны даже самым маленьким читателям. Главные герои – животные, думают, разговаривают, переживают, совершают поступки. Через эти образы писатель знакомит детей с миром взрослых людей, показывает им нормы поведения в обществе. Сказки и рассказы Сутеева – это та настоящая детская литература, которая воспитывает. В сказках всегда торжествует справедливость, добро побеждает зло. Сюжет построен так, что юный читатель сам приходит к правильным выводам о том, что такое хорошо и что такое плохо. Дружить, помогать друзьям, трудиться, быть смелым и сообразительным – вот чему учат эти книги. В сказке Сутеева легко и ненавязчиво преподают малышам первые уроки доброты, любви к природе, борьбы со злом, способные объяснить малышам простые истины, показать, где правда, а где ложь. Сказки не только развлекают маленького читателя, но также и воспитывают, развивают его внимание и догадливость. Они о дружбе и взаимопомощи, восмеивают глупость и чванство. Что стоит только история о гусе, который захотел поменять свои части тела на более эффектные и красивые, а в результате превратился в нежизнеспособного гибрида. Ребенок понимает, что вместо того, чтобы драться за яблоко, его можно поделить, что проявив изобретательность, можно найти применение колесам разбитой телеги или обычной палки, валяющейся на дороге. Каждая из сказок несет свет и добро, порицает трусость, жадность и хвастовство. В них нет моральных поучений, наставлений, но они содержат нравственный урок, который постепенно воспринимают и усваивают дети. За всю жизнь Владимир Григорьевич создал не один десяток сказок, мультфильмов, рисунков. В 1968 году Владимир Григорьевич Сутеев, советский Дисней, русский Андерсон, талантливый сказочник и добрый волшебник, написал в своей автобиографии «Я счастлив, что посвятил свою деятельность детям». Представить себе детскую литературу и советскую мультипликацию без Сутеева сегодня невозможно. Вряд ли найдется в России такой ребенок, который не знаком со снеговиком-почтовиком, не смотрел мультфильм про зайчишку с мешком яблок и не искал вместе с любопытным щенком того, кто сказал мяу. Сказочные истории Сутеева должны быть в каждом доме, ведь это современная классика. Потому что они добрые, их герои понятны и похожи на самих читателей, зрителей, потому что персонажи совершенно живые, а детям нужна добрая сказка с хорошим концом, чтобы жить было легче. И Сутеевские книжки и фильмы именно такие, ведь его сказки – это целый кладезь знаний, которые автор ненавязчиво к доступной форме передает малышам. Они учат всему доброму и прекрасному. Субтитры создавал DimaTorzok